Это 42-дюймовый OLED LG C2. Давайте зайдем в меню и посмотрим, есть ли что-нибудь новенькое. После нажатия кнопки настроек на пульте управления, вы видите, что я предварительно выбрал Filmmaker Mode. И когда мы перейдем в расширенные настройки, то там будет три меню, как и в прошлом году. В меню яркости вы можете видеть, что я снизил яркость пикселей OLED до значения 20, чтобы избежать искажения изображения на камере. Далее также идет настройка контрастности. Я думаю, что произошли изменения в плане наименования по сравнению с прошлым годом, когда дело доходит до настройки уровня черного. Очевидно, что эта настройка позволяет установить уровень черного видео, и теперь это правильно названо как уровень черного, в то время как в прошлом году название яркости экрана, наверное, было наиболее непонятное и технически неправильное. Так что спасибо LG за использование правильной терминологии. Далее автоматический динамический контраст просто применяет определенную гамму. Как правило, для точного изображения мы отключаем его. И далее регулятор пиковой яркости. Он определяет величину усиления белого субпикселя, и для HDR контента его необходимо увеличить до максимума. А вот гамма это в основном передаточная функция. В SDR она должна быть BT1886, а в HDR она будет выделена серым на 2.2. И дальше, еще одной правильной терминологией, используемой на телевизорах 2022 года, будет управление диапазоном видео. Мне кажется, что в прошлом году использовалось название уровень черного, но диапазон видео технически более корректен, и поскольку на телевизор я не подаю никакого входного видеосигнала, в данный момент он выделен серым. И теперь выйдем из меню яркости и перейдем в меню цветность. Глубина цвета будет увеличивать или уменьшать насыщенность, а также яркость всех цветов на глобальном уровне. Оттенки регулируют соотношение цветов, гамма цвета, автоматическое обнаружение, как правило, является наиболее точным, то есть телевизор пытается определить входящий информационный кадр из видеосигнала, а затем применять соответствующую или правильную цветовую гамму, цветовое пространство, поэтому для HD контента оно должно быть BT709, тогда как для UHD контента оно должно быть REC2020. Далее в разделе точная настройка есть система управления цветом LG или CMS, и если вы переключите настройку цвета в выбор пользователя, то тогда вы сможете откалибровать три основных цвета, красный, зеленый и синий, и три вторичных цвета, голубой, пурпурный и желтый. И в плане параметров, которые вы можете настроить для каждого цвета, вы можете настроить насыщенность, оттенок, а также яркость. Так что это система управления цветом HSL. И если зайти в меню баланс белого, то цветовая температура Filmmaker Mode по умолчанию будет теплая 50, что нацелено на точку белого D65, которая является точкой белого, используемой в телевизионной индустрии кинематографистов, поэтому если вы хотите получить наиболее точную цветовую температуру из коробки, вам следует использовать Filmmaker Mode, а также соответственно теплую 50. И вы можете настроить или откалибровать баланс белого через две точки, 10 точек или 22 точки. И, как правило, то, что мы делаем на OLED-телевизоре, это используем элементы управления для настройки более яркой части полутонов, а также на каждом интервале используем контроль по 22 точкам для зонирования и выполнения более точной калибровки. А далее, что мы сделаем так, это перейдем в следующее меню, которое называется четкость, и настройка четкости по умолчанию равна 10. Обычно я снижаю ее до 0 для нейтральной четкости, независимо от контента. И суперразрешение. Обычно это еще одна форма усиления контуров. Filmmaker Mode, она обычно выключена, что правильно, шумоподавление, шумоподавление MPEG и плавная градация, все это по-прежнему присутствует. И если я спущусь чуть ниже, то будет реальный кинотеатр. Опять же, поскольку я не поставляю какой-либо видеосигнал на 42-дюймовый LG C2, реальный кинотеатр недоступен. Я думаю, что в прошлом году его название было кинотеатр. В этом году они сделали реальный кинотеатр, и реальный кинотеатр выполняет две функции. Одна это режим расперемежение, а другая это 5.5 pulldown. Так что, если вы хотите получить точное панорамирование без подергивания в 24p-фильмах, вам нужно включить реальный кинотеатр. И если зайти в меню True Motion, вы увидите, что кинематографическое движение осталось на месте. Я думаю, что это одно из главных достижений, которые LG представили в прошлом году. Оно обеспечивает разумное сглаживание 24p-контента, не попадая на очевидную территорию эффекта мыльной оперы. Далее естественные и плавные движения, которые просто увеличивают интенсивность, и с этими настройками мыльный эффект будет намного более очевидным и довольно отталкивающим для любого видеофила типа меня. А затем, если мы войдем в меню выбора пользователя, вы увидите два отдельных элемента управления, The Judder, а также The Blur. The Judder влияет на контент с низкой частотой кадров. Под таким контентом имею ввиду 24p или 30p контент, и это увеличивает объем интерполяции движения для контента с низкой частотой кадров, чтобы уменьшить количество статора. В то время как The Blur применяется контенту с более высокой частотой кадров, 50p или 60p, чтобы увеличить разрешение движения или уменьшить размытие движения. И я заметил, что OLED Motion больше не называется OLED Motion Pro. Если вы помните, в прошлом и в позапрошлом году в серии CX или C9 у вас был OLED Motion Pro, где вы получали 120 герцовую вставку черного кадра или 120 герцовый BFI, который позволяет вам выбирать интенсивность черных кадров, вставляемых в изображение. Но в 2020, я думаю, что в этой области произошел небольшой регресс, потому что OLED Motion можно только либо выключить, либо включить. И мне нужно будет выяснить, попадает ли это в розничные телевизоры, когда я их буду обозревать. И вот я выхожу отсюда и зайду ненадолго в меню общие и покажу вам некоторые настройки защиты OLED-экрана. В разделе «Самозащита устройства» при первом включении телевизора важно перейти в меню «Экономия энергии» и отключить режим «Экономия энергии». Я сделал это еще до того, как включил камеру и начал снимать это видео. Но это важно для уменьшения количества ограничения минимальной или максимальной яркости, вызванного датчиком освещенности на телевизоре, определяющей в комнате окружающее освещение. И далее, если мы перейдем к защите OLED-панели, все обычные защитные меры по-прежнему будут присутствовать. Имеется очистка пикселей, которая запустит основной цикл восстановления, перемещение изображения, оно приводит к очень незначительному перемещению пикселей на экране, чтобы снизить риск остаточного изображения, а также перманентного выгорания экрана. Далее, регулировка яркости логотипа обнаруживает статичные элементы на экране, а затем пытается затемнить их, опять же, чтобы уменьшить риск выгорания. И, находясь в офисе LG в Великобритании, у меня также была возможность провести сравнение между LG C2 и прошлогодним C1, а также C2 с телевизором LG G2. Поэтому жмакайте здесь, чтобы посмотреть это видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...